МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Зелёная экономика». Проект телеканала 24КЗ. Это о самом главном, об экономике будущего. Экологическая культура с каждым днём набирает всё большую популярность. Прежде всего, это касается, пожалуй, добычи и потребления ресурсов. Ну а гармоничное сосуществование человека с окружающей его средой является трендом нового времени. И знаете, пора, наверное, задуматься о том, чтобы праздник в нашем доме стал более экологичным. Но в общем бы и нет. Ведь не секрет, что каждый Новый год вместе с приятными хлопотами и настроением доставляет и некоторые проблемы для экологии. Новый год – время подводить итоги и строить новые планы на будущее. Именно с началом нового периода люди связывают изменения в своём стиле жизни. Стать намного экологичнее и включить зелёное сознание можно с 2016 года. Ну а начать следует с самого простого. Взглянуть навстречу этого праздника с точки зрения экологии. Ежегодно во всём мире тратятся огромные деньги на праздничную индустрию, затрачиваются многомиллионные ресурсы на изготовление украшений, игрушек, гирлянд и различных аксессуаров. К сожалению, в погоне за коммерческой выгодой производители порой слишком усердствуют с химическим составом новогодних товаров. По результатам исследований международной сети IPEM, такие игрушки и новогодние аксессуары могут содержать в своём составе токсичные металлы – свинец, ртуть, кадми. По нашим исследованиям, содержание таких токсичных металлов в ярко окрашенных игрушках может в 50 раз превышать норму. Данные токсические металлы опасны для здоровья населения и в первую очередь опасны для здоровья детей. Поэтому мы просим казахстанцев более осознанно относиться к тем покупкам, которые они делают для празднования Нового года. В частности, обязательно обратите внимание на яркость окраски поверхности. Более яркие игрушки могут содержать большее количество токсичных металлов. Также очень важно обратить внимание на производителя продукции, на химический состав товара. Новогоднюю пору экологи связывают с тысячами срубленных деревьев и миллионами потраченных киловатт на яркое освещение. Поэтому, чтобы смягчить последствия, они советуют использовать светодиодные лампы и менее вредные товары. К примеру, украсить дом игрушками из дерева или аксессуарами из тканей и ниток. А еще лучше – подарить что-то съедобное. Пряники Юлия печет уже два года, и сегодня на праздник они оформлены по-новогоднему. Такой подарок может быть полезным и приятным одновременно. Например, елочные игрушки в виде имбирных пряничек. То есть мы добавляем сюда только свежие продукты, только хорошего качества. Соответственно, я считаю, что данные прянички, они являются очень полезными, во-первых. Во-вторых, приятные. Когда вы открываете упаковку, они очень вкусно пахнут. Вы не выбрасываете эти прянички, вы их едите, то есть не попиваете с чаем, да, после застолья. Плюс ко всему этот аромат корицы, имбиря разносится по всему дому. Пряники могут быть разного вида. То есть это могут быть как просто картинки, открытки. Это могут быть мультяшные герои. Это могут быть просто надписи. Там содержится мед. Мед является природным консервантом. Мы кладем мед для того, чтобы пряник не черствел и чтобы он долго хранился. Красный, серебристый, зеленый, золотистый. Цвета фейерверка и салютов, которые взмывают ввысь сразу после 12, а порой и раньше. Однако вместе с этими огненными красками радости в окружающую среду попадают целый список вредных химических веществ. Это алюминий, стронций, марганец, сера, мышьяк. При их одновременном сжигании и происходит загрязнение атмосферы. И дым распространяется на довольно большую территорию. С учетом того, что домашние салюты не взлетают высоко, едкое облако оседает сразу же на той местности, где их использовали. Все это, конечно, негативно влияет на и без того загрязненный воздух города. К примеру, в Китае в некоторых городах введен запрет на использование петард. Обеспокоенные состоянием воздуха власти были вынуждены ограничить применение фейерверков. Меньше запускать в небо салюты призывают и жители Алматы. Такой месседж они распространяют в соцсетях. Испорченный воздух – всего лишь половина хлопот. Другая проблема – это отходы. Образуется от упаковки и от шлака, от продуктов сгорания, дополнительные отходы. Это эстетический вид города. После праздника, после эйфории у нас везде это все разбросано. Коммунальные службы просто не успевают физически собирать вот эти схихийные свалки. Но в любом случае со временем это собирается, что дополнительно несет нагрузку на отходы, полигон отходов, предприятия, которые утилизируют эти отходы. И также накапливаются шлаки. В составе шлаков бывают соли тяжелых металлов. Соли тяжелых металлов зачастую радиоактивны. То есть пусть они в маленьких дозах, но с годами они будут накапливаться. То есть не наше поколение, а через поколение в любом случае получают дополнительный источник радиации. Интересно, что в Америке по объему праздничных отходов оценивается состоятельность граждан. Так годом ранее статистические службы Соединенных Штатов отметили резкий рост праздничного мусора. Выброшенные американцами после Рождества и Нового года упаковки и коробки стали свидетельством здорового состояния страны и положительной динамики развития ее экономики. Кстати, преобладающим мусором в праздничный период является именно упаковка подарков. Дарить полезные вещи, которые будут служить долго, а не те, которые будут пылиться на полках, а после складироваться в ящики и в конечном итоге окажутся на мусорке, советует владелец магазина подарков Ксения Садреева. Молодой предприниматель отмечает, что популярностью пользуются цветы с семенами, которые можно самим посадить, поливать и вырастить. Все мы знаем, что новогодние праздники – это период, можно сказать, одноразовых подарков, не совсем полезных вещей, которые мы каждый год получаем от кого-то в подарок. Это различные статуэтки, фигурки. И я бы хотела предложить отказаться от этой философии, уже устоявшейся годами, и подходить к выбору подарка более осознанно, выбирать что-то такое, что, во-первых, человеку было бы действительно приятно получить, и еще хотелось бы, наверное, всем нам, чтобы эти вещи были полезными, и мы могли их как-то интересно использовать, не только получив Новый год, но еще там дальнейший весь период, может быть, даже и годами пользоваться этими интересными вещами. Еще один вариант не навредить окружающей среде – сделать подарки своими руками, сшить елочные игрушки собственноручно. Украсьте дом аксессуарами из подручных материалов, ну а после праздника не забудьте сдать пластиковые, стеклянные, бумажные отходы в пункты приемов торсырья. Сделайте праздник не только себе, но и природе. Эко-посыл через фотографии. Молодой человек после года путешествий решает заняться фото-журналистикой и показать миру отношение человечества к природе. Франк Фогель – французский фотограф, который через свое творчество пытается привлечь внимание общественности к последствиям климатических изменений. Работа фотографа очень сложна, потому что ты не можешь показать, как люди говорят. Мне нужно передать не просто красоту, а идею. Я снимал племя бешноев, они живут в западной части Индии. Это сообщество людей, которое ведет свой экологичный образ жизни. Несколько веков назад там появился свой предводитель, который изменил их сознание, направив его в более эффективное русло. Если бы они топили печи и дальше, срубая деревья, регион бы превратился в настоящую пустыню, а они начали заботиться об окружающей среде и спаслись. Навредив окружающей среде, ты навредишь себе. Этой философией придерживается племя бешноев. Вдохновленный таким отношением к природе, Франк решил снять документальный фильм «Бешной. Эко-войны Индии». Один из принципов племени – сохранение биоразнообразия. В регионе очень много диких животных. Аборигены выступают за их защиту, несмотря на то, что там ощущается острый дефицит воды. За этот фильм Франк в 2011 году получил премию «Золотого феникса» на кинофестивале в Ницце. Индия – страна, где ощущаются все последствия изменения климата. В одной части Гималайи, где ледники тают быстрее, а другая, где все пустынно. Экологические проблемы есть в каждой стране, материке. Я хотел показать, что даже такое маленькое племя борется за выживание. Этот фильм многих вдохновил. Их пример побуждает и других придерживаться особого взгляда касательно окружающей среды. Люди должны скооперироваться и действовать сообща. Раньше мы мало говорили о проблеме климата. Но со временем она становится все ближе и ближе, и мы уже столкнулись с ней лицом к лицу. Человечеству пора переходить от слов к делу. Фотографии Фрэнка демонстрировались на многих выставках. С 2009 года марш выставок прошел по странам Европы и Азии. Сам же фильм о жизни Бишноев был показан в Казахстане, Швейцарии, Китае, Бирме и во многих других государствах. Это была программа «Зеленая экономика». Смотрите нас еженедельно, и вы поймете, что заботиться об окружающей среде выгодно. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин